Всем привет! В этом видео я расскажу вам суть и причину ограничительных расстройств пищевого поведения. Мы разберем с вами все элементы максимально четко и ясно по полочкам, для того, чтобы в дальнейшем вам было легче самостоятельно от ограничительных расстройств пищевого поведения избавиться. Но сначала я бы хотела вам напомнить, что абсолютно любая проблема с питанием, она может относиться к одной из трех очень-очень разных категорий. Первое, это как раз ОРПП, ограничительные расстройства пищевого поведения. К ним относятся анорексия, булимия, орторексия и компульсивное переедание. Вторая категория, это эмоциональное переедание. Это когда, грубо говоря, слишком-слишком хорошенький человечек ведет себя в своей жизни таким образом, что он вгоняет себя в стресс и для того, чтобы потом восполнить свой ресурс, он вынужден же переедать. А третья категория, это ожирение. Когда у человека формируется психологическая зависимость от еды, подобно тому, как у алкоголика формируется зависимость от алкоголя. И плюс на это накладываются еще неправильные пищевые привычки, и от этой зависимости необходимо избавляться. А вот в ограничительных расстройствах, да, и зачем я вам это рассказываю? Что если вы хотите самостоятельно избавиться от своей проблемы с питанием, то вы в первую очередь должны правильно себя отнести к одной из этих трех категорий. Потому что лечение и средства избавления от этих проблем, они могут быть не только разными, но и зачастую даже прямо противоположными друг другу. Давайте сегодня мы попробуем максимально ясно разобраться с тем, что же такое ОРПП – ограничительные расстройства пищевого поведения. В сути ОРПП лежит два основных элемента. Первое – это то, как человек питается, это характер его питания. Он уже заложен в названии. О – ограничительные расстройства пищевого поведения. Это когда человек сначала накладывает на себя, а потом пытается придерживаться каких-то ограничений по тому, какую пищу он ест, то есть что, по тому, сколько он ест и по тому, когда он ест. Но этот элемент ОРПП, он не является сутью, он является только видимым проявлением, только симптомом. Именно поэтому, если человек фокусируется, когда пытается лечить свое ОРПП, только на питании, то зачастую он терпит крах, неудачу, у него не получается изменить суть этой проблемы. Потому что самый главный элемент ОРПП, хоть это типа и нарушение пищевого поведения, но все-таки самый главный элемент, он лежит именно в эмоциях. Итак, главная суть, причина всех ОРПП, о которой должны знать абсолютно все, это то, что люди с ОРПП не понимают свои эмоции. Вот смотрите, у нас в психике есть такой базовый навык, который называется эмоциональная саморегуляция. Он состоит из трех подпунктов. Первое, человек понимает свои эмоции, второе, он их осознает, и третье, он их выражает. Это как бы три последовательные ступенечки. Так вот, у людей с ОРПП отсутствует даже самое первое, то есть это навык понимания своих эмоций. Я понимаю, что представить это себе очень странно, очень тяжело, что бывают какие-то люди, которые не понимают своих эмоций, особенно с учетом того, что мы все живем в одном пространстве, и мы все можем оперировать такими словами, как стыд, страх, чувство вины. И даже если у вас есть ОРПП, неважно какое, и анорексия, и булимия, и компульсивное передание, и орторексия, то вы можете думать, что вы понимаете свои эмоции, потому что вы знаете такие слова, как страх, стыд, злость и так далее. Но на самом деле вы в теории можете их знать. Вы даже у какого-то другого человека можете их определить. Но вот что же значит не понимать свои эмоции? Или что значит понимать свои эмоции? Вот когда вы сами лично рассказываете какую-то историю, что с вами произошло, кто что с вами сделал, или когда вы сами что-то делаете, то вот если у вас в этот момент спросить, а что ты чувствуешь? То вы затруднитесь ответить на этот вопрос. И что же значит понимать свои эмоции? Во-первых, это значит, что в тот момент, когда вы испытываете что-то, то вы можете прислушаться к себе и определить, что это именно за эмоция. То есть вы можете назвать ее словом. Второе. Вы, значит, для этого должны вообще знать о том, какие существуют в мире эмоции, и вы должны уметь отличать их друг от друга. То есть все эмоции у вас не присутствуют в виде какой-то недифференцированной серой массы, а вы умеете отличать стыд, и можете помнить, как он ощущается. Чувство вины, страх, отвращение и злость, и грусть. И точно так же вы умеете отличать друг от друга интерес, любовь, радость, жалость, благодарность. И вот вы умеете их отличать друг от друга. И когда вы какую-то эмоцию испытываете, то вы можете как из каталога выбрать, приложить к себе и сказать, вот, сейчас я испытываю стыд, или вот, сейчас я испытываю страх. То есть вы можете определить эту эмоцию. Третье, понимать свою эмоцию. Это значит находиться с ней в контакте. То есть испытывать ее абсолютно полностью, в полном объеме и глубине, прочувствовать ее, максимально пропустить через себя. А при всех ОРПП человек находится в отрыве от своих эмоций, вне контакта со своими эмоциями. Человек вот тут, а эмоции у него вот тут. То есть абсолютно у всех людей, у которых есть навык эмоциональной саморегуляции, у которых нет навыка эмоциональной саморегуляции, они все каждый день, каждую минуту своей жизни испытывают эмоции. Только те люди, которые умеют понимать эмоции, они эти эмоции знают, что они у них есть, что они их чувствуют, они на них полагаются. А у людей с ОРПП эти эмоции тоже есть, но они как бы их от себя отделяют. Дебит с кредитом не сведен. То есть вы вот тут, а ваши эмоции вот тут. И четвертое, что нам нужно для понимания эмоций, это не оценивать свои эмоции никак вообще, ни позитивно, ни негативно. И знать, что если у вас какая-то эмоция есть, то это природно, нормально, правильно. И вот причина, почему вы не позволяете себе испытывать эти эмоции, она как раз заключается в том, что какие-то эмоции вы оцениваете негативно, и поэтому их от себя отбрасываете, и не знаете, что с ними делать. Итак, еще раз подведу итог. У людей с ОРПП нет навыка эмоциональной саморегуляции. В этом заключается самая главная суть и причина всех ОРПП. Навык эмоциональной саморегуляции заключается в том, что человек может понимать, осознавать и выражать свои эмоции. И люди с ОРПП, они не могут даже понимать свои эмоции. Естественно, в результате этого они не могут их осознавать, то есть делать следующий шаг и выражать. Давайте посмотрим, как это выглядит в жизни, как это выражается на практике. Вот, например, все девушки и парни с анорексией и орторексией, это особенно, они выглядят в процессе диалога, в процессе близкого общения, когда ты просто с человеком проводишь время вместе со стороны. Это очень сильно видно и очень сильно чувствуется для чуткого человека. Люди с анорексией и орторексией, они зажатые, они как будто бы замороженные, они очень напряженные, испуганные, потерянные. И за счет того, что вот прям видно, что у них даже мышцы как-то напряжены, и они за счет этого выглядят очень перфекционистски. И как это выражается? Вот многие из вас, наверное, уже знают, что я в своей работе систематически использую отклики. Вот, во-первых, что я чувствую, как человек, который находится рядом с человеком с ОРПП? Я чувствую, во-первых, огромнейший, непролазный стыд и страх, который является эмпатическим откликом. То есть я понимаю, что человек с анорексией, с орторексией, он систематически пребывает в состоянии сильнейшего страха и стыда, сквозь который он изо всех сил продирается. Но вы сами этого не понимаете и не осознаете. И второе, возникает комплементарный отклик. Рядом с таким человеком хочется стать максимально сразу нежным, таким принимающим, вежливым, предупредительным. Мне просто хочется превратиться, знаете, в такую, как бы, подушечку, или в какое-то одеялко, или в какой-то пушистый махровый халатик, и так вот обнять этого человека, как-то защитить его. И вот наверняка, если у вас есть анорексия или орторексия, то вы чувствуете сами это. И вы вот видите, что все люди другие, они какие-то расслабленные, свободные, такие живые, естественные, такие легкие. И у них как будто есть что-то, на что они могут опереться, на что они могут, как бы, положиться, что их делают такими уверенными, то есть у них в жизни есть какая-то определенность. А вы, как маленький котенок, которого просто бросили в воду, вы ничего не понимаете, вот, что вам делать в жизни, на что вам опереться, и очень-очень страшно из-за этого становится. Вот это как раз и есть, то, что другие люди, они понимают свои эмоции, а вы свои эмоции не понимаете. При булемии и компульсивном переедании основной эмоциональный фон, он может немножко по-другому выглядеть. Там у вас может быть подавленная, хроническая злость, обида, скука, недовольство собой. И, кстати, запомните, девочки, ну и мальчики, у кого бульмия и компульсивное переедание. Скука – это индикатор того, что какие-то эмоции вы себе не позволяете чувствовать, потому что запрещаете чувствовать. Потому что скука – это не эмоция. Скука – это когда была какая-то эмоция, потом вы ее убрали, потому что считаете плохой. И вот эта пустота, которая на этом месте осталась, это и есть скука. И вот наша задача, когда мы будем избавляться от ОРПП, – это поработать и с эмоциями, и, естественно, с едой тоже. И получается, какая наша цель будет в работе с эмоциями? Это приобрести навык эмоциональной саморегуляции. То есть научиться понимать свои эмоции, осознавать их, выражать. И тогда вы как раз и станете вот этим свободным, расслабленным, легким, естественным человеком, который любит себя, и который никогда в жизни не сможет издеваться над собой до такой степени, вот потому что еще то, что вы как раз не понимаете свои эмоции, это и есть та причина, по которой вот из 100 девушек, например, 96, но они просто не смогут довести себя до ОРПП, потому что она не сможет настолько сильно над собой издеваться, у нее стоит внутренний, естественный предохранитель. Вот она не ест, не ест, не ест, но она не сможет настолько сильно самоистязанием заниматься, потому что она находится все равно в контакте со своим телом, как вы это сможете. Она не сможет вызвать у себя рвоту до такой степени, чтобы у нее началась булимия. Так вот, давайте поговорим о том еще, зачем же нам нужен этот навык эмоциональной саморегуляции, что он нам дает. А именно как раз навык вот этого понимания своих эмоций, он нужен нам для того, чтобы мы могли контролировать жизнь, для того, чтобы свою жизнь, для того, чтобы мы могли ей управлять, для того, чтобы мы полагались на свои эмоции, и мы безошибочно могли знать, что нам делать, что нам не делать. Это нужно для всего, для того, чтобы уметь строить отношения, для того, чтобы определять, куда нам надо пойти, что нам надо делать в своей жизни. Короче говоря, это дает нам возможность пользоваться всем, что у нас есть, нашими ручками, ножками, головой. Это дает нам возможность принимать правильные решения, решать жизненные проблемы. Короче говоря, ориентироваться по жизни и чувствовать себя вообще очень сильными, продвинутыми и могучими. И получается, что из-за того, что у вас этого навыка нет, вы как бы без ручек и без ножек. То есть вы не можете управлять своей жизнью, вы не можете принимать решения, вы не можете контролировать свою жизнь, вы не можете решать жизненные проблемы. А эмоции-то есть, вот они, тут они, наши эмоции. И получается, что все эти эмоции, вот как при ОРПП происходит, смотрите, самый важный элемент. Вот у нас есть жизнь, да, жизнь, которой человек должен жить, а вот у нас есть еда. И еда в природном плане, она у нас должна быть отдельно. Вот то же самое, как мы пописали, покакали, поспали, это природный такой акт. Мы о ней вообще должны не думать. Вот как вы ходите в туалет, да, например, у вас наполнился мочевой пузырь, вы даже не задумываетесь об этом, хорошо это или плохо. Вы спокойно идете, его опорожняете и вообще про это не думаете до тех пор, пока опять он у вас не заполнится. Точно так же должно быть и с едой. Вы что-то поели в своем удовольствии, ваш организм насытился и вы дальше пошли. А у вас получается из-за того, что есть еще эмоции. Эмоции. Эмоции в норме у здорового человека, они должны быть направлены на жизнь, чтобы он при помощи эмоций с этой жизнью как-то там себе разбирался. А вы из-за того, что у вас навыка эмоциональной саморегуляции нет, эмоции оторваны от жизни, оторваны от жизни. Но эти эмоции есть, они остаются, они у вас все идут в еду. Вы начинаете из-за этого на еде фокусироваться, обращать на нее очень много внимания. То есть единственное, что вы можете по жизни, получается, контролировать, чем вы можете управлять, это едой, то есть тем, как вы питаетесь. Именно из-за того, что все эмоции пошли в еду, вы начинаете себе сами тут уже вставлять палки в колеса, и получается ситуация, хотели как лучше, а получилось как всегда. Поэтому для того, чтобы выйти из этой пробуксовки, в следующем видео я вас буду учить, как научиться понимать эмоции, потом дальше, как научиться осознавать эмоции, дальше, как научиться выражать эмоции, и тогда вы уже перейдете на тот уровень психического развития, когда у вас появится естественный, нормальный, защитный, природный предохранитель, и вы уже даже если захотите, то есть у вас повысится уровень структурализации психики, вы уже скакнете на новый уровень, на новый этап, невротический, и там вы уже даже если будете специально стараться, чтобы у вас ОРПП возникло, оно у вас уже не вернется, оно у вас уже не возникнет. Да, получается, что для людей с ОРПП характерен пограничный уровень организации личности. И вот, например, у невротика ОРПП не будет, потому что, вот часто говорят, да, для ОРПП характерен перфекционизм, заниженная самооценка, контроль со стороны родителей, да, все это есть. Но у невротика, например, тоже все это есть. У него есть и заниженная самооценка, у него есть и контроль со стороны родителей, у многих невротиков есть и перфекционизм, но все равно ОРПП у них нету. А если плюс к этому добавить еще, что у человека нет навыка эмоциональной саморегуляции, то тогда вот это вместе только дает ОРПП. Поэтому наша первая цель лечения ОРПП это научиться понимать, осознавать, выражать эмоции, чтобы превратиться в такого человека, у которого ОРПП просто возникнуть не может. Сейчас давайте поговорим про еду. Какой же там у нас порочный круг формируется и в чем суть вот этой вот компульсии недоедания, переедания. Вот такая вот девочка или в более редких случаях мальчик, который не понимает своих эмоций, который не понимает, что ему делать в жизни, который потерян, который не может управлять своей жизнью, контролировать. Он узнает про то, что у нас сейчас в культуре считается, что все мы должны быть красивыми, должны быть стройными, должны быть худыми. Красота у нас с этой худобой ассоциируется. И, допустим, произошло такое, что в подростковом возрасте, в результате какой-нибудь гормональной перестройки, ну чуть-чуть вы на 2-3 килограммчика поправились, немножечко, может быть, вы стали чуть более пухленьким, может быть, кто-то вам сказал про то, что у вас появилось немножечко лишнего веса. И из-за того, что сами вы оценить степень того, насколько это страшно не можете, вы очень сильно пугаетесь и начинаете уже на этом зацикливаться и концентрироваться. И из-за того, что вы читаете, в интернете находите, что средство избавления от лишнего веса это ограничение в питании, вы берете этот шаблон, но из-за того, что вы не можете оценить его адекватность, вообще правильно это неправильно, вы не можете это приложить к себе и у себя спросить, какой индикатор прислушаться, то вы начинаете очень слепо и очень дисциплинированно и очень фанатично всего этого придерживаться. И вот в чем заключается порочный круг характера питания при ОРПП. Вы накладываете на себя ограничения, дальше следуете этим ограничениям и в результате этого ваш организм сейчас систематически не получает нужных, необходимых ему питательных элементов и веществ и он голодает, то есть происходит недоедание. В результате того, что у организма происходит недоедание, в какой-то момент он уже берет верх, он берет свое и у вас наступает приступ переедания, который вы можете назвать срыв. Переедание. В результате этого переедания вы очень сильно начинаете паниковать, вы пугаетесь, у вас начинается по этому поводу жесточайшие эмоции, стыда, чувство вины, страха, то есть все негативные эмоции они сконцентрированы именно тут. Стыд, чувство вины, страх, злость. Вы очень сильно поддаетесь этим эмоциям, вы наказываете себя и в результате этого делаете себе еще больше ограничений на следующий день и таким образом этот порочный круг зацикливается, он замыкается и поэтому получается наша вторая цель в избавлении от ОРПП это будет этот порочный круг разорвать и все его элементы разорвать. Давайте я вам покажу как это выглядит на практике, приведу примеры. Допустим у вас орторексия и вы говорите для того чтобы похудеть и быть красивым я буду питаться правильно. Например вы ходите в тренажерный зал два-три раза в неделю и вам ваш тренер расписал план питания, диету. Давайте я еще раз напишу что у нас ограничения они могут быть по тому что мы едим, по тому сколько мы едим и по тому когда мы едим. Получается что какие у вас будут ограничения по тому что мы уедим, вы не будете есть абсолютно все что вы захотите, все что ваш организм попросит, вы не будете к своему организму прислушиваться для того чтобы понять может быть я сейчас хочу осьминога, а сейчас я может быть хочу грушу, а сейчас я может быть хочу гречку, а сейчас я может быть хочу киевский торт? Нет такой возможности! Вы своим разумом поняли что вы должны придерживаться системы питания. на завтрак вы едите овсянку на воде, может быть добавить отсюда 3 черносливины и черный кофе. Дальше, это в 9 утра у вас. Дальше вы едите в 12 часов и сколько вы съедаете? Ровно тарелочку, не больше не меньше, да, возможно, еще тоже калории считаете. Потом в следующий раз вы едите не тогда, когда вы проголодаетесь, а в 12 часов. И едите опять вы, что? Зеленое яблоко, потому что фрукты нельзя, очень много сладкого, сахара, и сладкое можно только до обеда. В следующий раз вы едите в 3 часа дня. Едите вы рис, например, с курогрудкой. В следующий раз у вас в 6 часов вечера прием пищи. Вы пьете кефир и съедаете большую порцию салата. И после этого, там, например, за 4 часа до сна вы себе вообще запрещаете есть. В результате того, что ваш рацион очень скудный, очень однообразный, вам не хватает насыщенных жиров, вам не хватает простых углеводов, вам элементарно не хватает фруктов, вам не хватает чего-то жирного, сладкого, то вы начинаете мучительно страдать. И даже если какое-то время вам удается придерживаться этого рациона, то организм все равно всего этого недополучает, потому что у нас абсолютно все продукты, абсолютно все продукты, они правильные, они нужны, они важны. И пельмешки, и брокколи, и кефирчик, и сливочное масло, и орешки, и пирожные. Это все продукты, которые одинаково хорошие, одинаково полезные, и ни один из них нельзя считать хуже, чем другой, и дискриминировать. И вот ваш организм недополучает эти вещества. И поэтому в какой-то один момент вы вот это все свое едите, 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 но вам-то хочется чего? Вам хочется в магазине пойти, купить вот такую, знаете, баночку сгущенки, и прямо по дороге домой ее уже всю выпить. Или вам хочется взять такой батончик девственно-белый, вот так вот его пополам вдоль разрезать, а сверху положить вот такие толстенные куски, как кирпичики сливочного масла, и все это сверху вот этой сгущеночкой полить или вареньем, и все это прям так съесть. И когда-нибудь это происходит. И в чем заключаются ваши негативные эмоции? Вам страшно, что вас позовут в кафе, и все там будут жиренькой тортик, а вы будете говорить я на диете. Вам страшно, что вы сорветесь, вам страшно, что у вас есть такие вероломные мысли про то, что вы хотите жирную-жирную уточку. У вас за это чувство вины, потому что вы думаете, я слабовольный человек. У вас стыд, потому что вы думаете, фу, я жирный, уродливый, боже, какая у меня толстая нога. Ну, наконец, у вас злость, если вдруг вы все-таки сделаете переедание. Но потом это происходит рано или поздно. И вот в один день вас приглашает к себе в гости бабушка на Новый год, и вам так страшно, что она вас там накормит, и вот вы съедаете там три беляша, кабачковые оладьи с деревенской сметаной, потом еще сверху... А, не-не-не, сначала вы скромненько накладываете себе только салатик из свеклы с черносливом и немножко грецких орешков там есть. Вот, а потом все в себя закидываете, и потом возвращаетесь домой и думаете, боже, что же я сделал? Страх, страх поправиться. Вы взвешиваетесь, плюс полтора килограмма за один вечер, и вы думаете, я буду отрабатывать, вам стыдно, вы смотрите на себя в зеркало, вам кажется, что вы безумно поправились, что вы стали в два раза жирнее и уродливее, у вас чувство вины, тренер меня поругает, как я мог сорваться, отойти от диеты, я слабовольный человек, если я не могу придерживаться этих ограничений, и тогда вы говорите, завтра у меня будет разгрузочный день, вы накладываете на себя новые ограничения, из-за этого вы опять недоедаете, из-за этого вы потом опять будете переедать, из-за этого у вас будут еще сильнее негативные эмоции, из-за этого у вас будет еще больше ограничений. Видите, какой порочный круг? А в норме как происходит? То есть для того, чтобы избавиться от ОРПП, нам надо по эмоциям научиться навыку эмоциональной саморегуляции, а по еде, что же нам надо научиться сделать? Нам надо научиться снимать с себя все ограничения, если не будет ограничений, то не будет недоедания, если не будет недоедания, то не будет переедания, а эмоции мы вообще из этой темы выведем. И таким образом нам нужно будет научиться процессу интуитивного питания. Я знаю, что вы все умные, осведомленные, уже бывалые, все читали, но я все равно напомню, что интуитивное питание это такой процесс, когда человек ест все, что он хочет, сколько он хочет, при этом он выглядит максимально и является здоровым, красивым, он доволен собой и он свой вес в стабильном состоянии поддерживает без каких-либо усилий. Эталон интуитивного питания описан в книжке Бронниковой «Интуитивное питание», в котором она рассказывала про такой эксперимент, что детишек в одном детском саду воспитывали таким образом. Их не кормили на завтрак, например, овсянкой с молоком, на обед каким-нибудь там супом с фрикадельками, а на ужин гречкой с котлеткой. Их вообще не кормили, ни по расписанию, ни какой-то конкретной едой, всех одинаковых. А им организовали пространство таким образом, что они могли самостоятельно, когда они проголодаются, ползти какой-нибудь пищей. Это делали им с самого-самого раннего детства. Выкладывали им яблочко, кусочек хлеба, гречку, огурец, мясо, еще что-то. И они могли сами ползти в направлении того, что им нужно, есть это столько, сколько они захотят, что они захотят. То есть у них интуитивное питание было с рождения. И когда они выросли, они были очень здоровые, они практически никогда не болели, потому что у них был очень крепкий иммунитет. И они были все очень красивые, очень стройные. И вообще все у них в жизни было великолепно, шикарно и замечательно. И вот те люди, которых в детстве в плане питания изначально никак не насиловали, они именно такими и вырастают. Это люди, у которых нет вообще проблем с питанием. И мы именно такое право для вас отвоевывать будем. И мы будем возвращать вам нормальный здоровый характер питания. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите моих новых видео. Лечение ОРПП ожидайте в следующем видео. Всем пока!